Приветствую вас на канале Easy Russia. Этот выпуск является одним из серий выпусков, снятых в Прибалтике. В этой серии мы будем ездить по странам Прибалтики, чтобы узнать больше о русском языке и о русском населении на сегодняшний день. Находясь сегодня в Риге, столице Латвии, мы покажем вам город и спросим у жителей Риги их мнение о русском языке. Поехали! Какой у вас родной язык? Латвишу. И вы говорите по-русски? Говорю. Как вы выучили русский? Ну, с детства, во дворе. Нет, ну я русская, но я здесь в Латвии живу всю жизнь. Латвийский тоже для меня не чужой язык. И вы родились вот здесь? Я родилась в России, но буквально с малых-малых лет, вот с таких, наверное, живу здесь. Так что это моя родина, я считаю. Ну, русский. Ну, я латвийский не знаю. Я сама из Украины, просто с русскоязычного города, поэтому... А, окей. Давно переехали? В феврале, когда война началась. Латвийский. И как вы выучили русский язык? Играют в футбол с маленьким парнем. Не знаю, ну, когда я был 7-8 лет, мне было тогда, я играл с парнями, и они не знают латвийский, я не знал русский. И тогда мы как-то научились говорить. Они по-латвийски, а я по-русски. Лучше понимаю, я плохо говорю, но если нужно, тогда я могу. Русский. И вы говорите по-латвийски? Говорю. Русский. И вы говорите по-латвийски? Нет. И почему нет? Я из Украины. А, окей. Вы недавно приехали? В марте. Латвийский. И как вы выучили русский язык? Читала книги. В детстве? Нет, не в детстве. Попозже немножко. А, окей. Почему вы решили изучать русский? Ну, мне очень нравилась литература, интересовала, и поэтому и выучила. Русский. И вы говорите по-латвийски? Я говорю, я изъясняюсь, но это не литературный язык, конечно. Русский? Тоже русский. И вы говорите по-латвийски? Да. Да. Украинский. Украинский, много. И вы живете здесь? Ну, мы приехали как беженцы сюда, да. Родные языки вообще русский и казахский читаете? Для меня только русский. А, окей. И вы говорите по-латвийски? По-латвийски, ну, плохо, скажем так, я не очень решилась по-латвийски. Сколько можем, столько говорим, конечно. Вы родились тут? Нет, не родился здесь. Я родился в Риге. Русский. И вы говорите по-латвийски? Да. Русский. Русский, украинский. Я живу в Риге, да. Я живу в Украине. И вы говорите по-латвийски? Ну, да, в необходимом размере говорю. Я приехал с войны, да, я приехал с войны, у нас же война, да, это мой друг, вот, мы гуляем здесь. Страны Прибалтики получили независимость в 1920 году. Это продолжалось до Второй мировой войны, когда Германия и Советский Юска разделили вместе с собой территорию Европы в договоре о ненапридении между Германией и Советским Союзом. Этот договор также известен как Пакт Молотова-Риббентрова. Согласно этому договору территория Прибалтики попала в предприятие Советского Союза. И по какому поводу ваша семья переехала сюда? Отец военный был. Его сюда прислали служить, тогда еще в Советском Союзе. Да. И вот тут мы и остались. Вы бы хотели тут остаться, даже если все, типа, в Украине восстановится? Ну, есть планы немножко дальше двигаться. Мы бы хотели в Норвегию попробовать. Ну, как бы, вообще, как вариант, да, если не получится, мы рассматривали, чтобы жить здесь. Вы планируете здесь остаться надолго? Да, я изначально планировала приехать сюда учиться. Вот. Приехала. Просто совпало? Да. С объективами совпало просто? Да. А, окей. Я родилась здесь. Я не приехала, я родилась здесь, да? Моя мама здесь родилась. Я не знаю другой страны, да? Хотя я жила в других странах, да? И, безусловно, вот 8 лет жила за границей. Но я ощущаю себя русской. Я думаю на русском. Ну, мы, наверное, будем здесь полгода точно, а дальше не знаем. А, окей. В период до распада Советского Союза многие русские эмигрировали сюда. Их стало очень много. Около 30% населения Латвии составляют русские. После распада Советского Союза эти страны вошли в состав Европейского Союза и НАТО. Евро даже стало официальной валютой этих стран. И как вы думаете, русский язык здесь достаточно для жизни? Ну, сейчас очень сложно. Но пока я не сталкивалась ни с какими трудностями при обращении куда-либо. Ну, русский достаточно. В школе дети там, школа русская по-русски говорят. В принципе, медики, службы, где мы сталкивались, проблем не было. То есть, да. Ну, на работе у меня были проблемы. Как бы, да, с незнанием языка. А так нигде. Я думаю, что знать язык народа, чья это земля, это очень важно. И лично я считаю, что это большая удача знать, помимо своего языка, хорошо знать еще какие-то языки. То есть, только с русским языком тут не выживется? Нет, я думаю, можно. Если вы говорите про работу, то это, опять же, зависит от работодателя. И если работодатель допускает то, что человек знает только русский и английский, например, то это, ну, я думаю, будет считаться. Если только русский, ну, будут сложности. Но, опять же, если работодатель позволяет, то почему нет? Обязательно, обязательно, конечно. Надо учить латышский. Иначе работа? На разговорном уровне. Даже не работа, да, а на разговорном уровне. Так ты будешь себя чувствовать комфортнее. Но мне было проще, потому что, я повторяю, у меня здесь мама родилась, и я со школы учила латышский язык. И я работала, естественно, на работу не устроишься, если нет апплитива. И надо было сдавать, у меня она есть. Да, да. Но если ты знаешь русский, абсолютно комфортно можно общаться. И в магазинах продуктовых там не возникает проблем. Мы еще плюс, там, конечно же, английский чуть-чуть знаем и объясниться можно. Считаю, что нет проблем для того, чтобы, если ты приехал, ненадолго вообще не будет проблем с русским языком. Если ты планируешь, конечно, жить, то, конечно, ты обязан знать латышский, потому что ты живешь в Латвии. И, ну, тебе будет легче устроиться на работу. Русский язык на данный момент сказал бы, что да, в принципе, достаточно. И тем более, как я человек, который не очень хорошо знает латышский, но хоть как-то где-то понимает и что-то сказать может, в принципе, русским языком я обхожусь. Если что, всегда есть английский, но чаще всего я использую русский. Мы подготовили для вас дополнительные материалы к этому видео, чтобы вы могли поработать над своим русским. Так что обязательно станте членом сообщества. Из Ирэшн стал получить все эти материалы. Ваша поддержка нам очень важна. Она позволяет нам снимать более регулярно и более качественно. Так что, пожалуйста, переходите по этой ссылке здесь или в описании, и вы найдете всю информацию там. Вам нравится общаться на русском языке? Ну, это не мешает мне. Язык не преграда. То есть язык это просто язык, это для вас? Это просто язык, да. Просто язык, окей. Ну, некоторые хорошо говорят, некоторые плохо. И вам это не нравится, когда русский человек не... Нет, это мне не мешает. Вам все равно, да? Человек удобный. Вам главное, чтобы человек был хорошим? Конечно, конечно. Зачастую это создает просто препятствие, языковой барьер. Человек, который живет здесь, но не говорит на латышском вообще, не может на постоянной основе общаться со всякими службами. Так что я просто не знаю людей, которые бы вообще не смогли на элементарном уровне изъясниться на латышском. Это не такой вопрос, на который можно ответить, нравится, не нравится. Просто язык, хорошо иметь любой язык. А тут очень требуют везде латышский язык. Ну, это правильно, я считаю, в этой стране, в которой ты живешь, ну, надо язык знать все-таки. Я не считаю, что это правильно. Люди некоторые очень, как бы, так настроены не учить. Ну, знаете, это такое дух противоречия. Как бы, когда заставляют, тогда протест возникает. Понимаете, это, ну, это как и в детстве. Когда ребенка что-то заставляют делать, он назло не будет делать, да. У нас немножко так давят, и поэтому люди многие настроены так не очень. Нейтрально для меня это не имеет значения. В принципе, мы каждый человек, и мы решаем, что, как нам говорить. Вы считаете, что кому как? Если он хочет на русском, то можно на русском. У каждого человека дано право выбора. Мне это кажется нормально, если жить в государстве, каком-то, и знать язык этого государства. Мне кажется, что это просто нормально. Это не нравится, не не нравится. Это просто так должно быть, мне кажется. То есть, если они не знают латышки, это вас не беспокоит? Ну, как вы думаете, ну, я могу спать, если меня как беспокоит, но я не понимаю их, конечно, почему они не знают латышский. В таком, вроде да, меня беспокоит это, да, конечно. Достаточно часто такое встречал. Им не то чтобы обидно, им это не нравится. То есть, и частично я с ними согласен, в том плане то, что если ты проживаешь в этой стране, то хоть какие-то банальные знания у тебя должны быть. То есть, это необходимо, ну, если ты здесь собираешься жить. Мне есть такое, как сказать, если они такие старые, как мне соседи, они очень старые, они 70 лет, я не буду говорить латышки, если они не понимают. Ну, может быть, какие-то просто, не знаю, добрый день и такое, но я не буду говорить на латышке, если они не понимают. Это вас не беспокоит? Да. Если это молодые человеки, не знаю, моё рост или что-то, тогда мне есть такое, если ты очень плохо говоришь, окей, я могу понимать по-русски, но старайся говорить по-латышке, если ты здесь живешь и родился в Латвии. Если вы остаёте здесь, вы будете учить язык тоже здесь? Если честно, нет мотивации. Я два раза уже начинала, раз меня отчислили с курсов, потому что с работы не отпускали, а второй раз, ну, везде говорят по-русски, мне негде практиковать. Ну, как бы, вот, и, ну, как бы, нет мотивации, как таковой. Есть больше мотивация учить английский, потому что, ну, много латышей говорит по-английски. Ну, я не планирую, потому что у меня удалённая работа есть в Украине, но ребёнок пойдёт сейчас в первый класс, и он будет учиться в латышской школе, но, да, и поэтому, как бы, мне придётся точно его тоже учить каким-то образом, да. Я не знаю, как пойдёт, да, но тем более, что мы же не понимаем, мы останемся здесь надолго, нужен ли ему этот язык, или он просто сейчас какое-то короткое время поучится, и потом мы уедем, поэтому, да. Я бы, допустим, хотела бы учить, и, правда, я читаю все вывески, стараюсь понять, на какое ударение, что уже знаю, что на первый слог, правильно? Часто. Ну, то есть я всё читаю, пытаюсь как-то себе запомнить. И вы тоже, вы собираетесь учить язык? Придётся. Да, я в Голландии, кстати, была, у меня зять в Голландии живёт. Вот сейчас вот папа приезжает к ней, к дочке. Он русский, здешний, но так получилось, что он оказался в Голландии, дочка моя с ним познакомилась. Вот, случилась любовь, случился ребёнок. Вот, так что я в Голландии была в прошлом году. Вам понравилось? Да, понравилось, только я там заболела. Я там заболела ковидом, застряла на три недели вместо одной. И мы все сделали тесты, мы все оказались положительные. Вообще тоже своего рода приключения. Да. Да. Ну, так что всё обошлось, легко переболели. Слава Богу. Да, да, да. И пока ту-ту-ту, всё нормально. И вы думаете, что отношение к русскому языку тут сильно изменилось после недавних событий? Сам лично я не замечал ничего другого, тем более, если что, я всегда использую английский язык, поэтому для меня русский – это как способ общаться вот с друзьями или там с коллегами, студентами моими. К этой теме определённо сейчас больше внимания в СМИ и так далее, но на повседневной основе в отношении обычных людей я никакой разницы не замечаю абсолютно. Когда люди тут знают, что вот вы украинка, то прямо вот хорошо к вам относятся? Их отношения не меняются, то есть мы общаемся, и только потом я говорю, что я из Украины, и они такие, о, да, круто, но по факту не меняются отношения. Иногда меня начинают жалеть, но я не люблю, когда меня жалеть, я говорю, всё хорошо, всё в порядке, не надо. Для меня это трагедия, я очень хотел бы, чтобы между русскими и латышами была крепкая дружба и родство, но, к сожалению, пропасть, она становится с годами, я вижу, что она не становится меньше. Конечно, конечно. Только тут или вообще во всех странах? Вообще. Вы не представляете, как у нас в Украине перешли все на украинский язык. У меня есть друзья, которые всю жизнь говорили вообще на русском, писали там посты в социальных сетях, но вот вообще полностью были русскоязычными. Есть вот как бы сложности из общения, или вы вообще политика не касается, типа вы просто общаетесь как люди? Да, просто как люди. То есть, ну, я стараюсь, ну, я не смотрю новости. То есть, у меня родители на Украине, это всё больно, у меня друзей много и так далее. Ну, от того, что я буду кого-то ненавидеть или обвинять, ну, ничего не изменится. То есть, ну, все люди, да? То есть, если человек настроен нормально, положительно, то почему с ним не общаться независимо от национальности? То есть, я вообще никак с Россией не связан, хоть и говорю на этом языке, могу легко на английском разговаривать, если хотите. Но так нет. Это просто язык, типа, то же самое, как если я, например, знаю английский, не знаю, что я американец и какое-то дело или имею какой-то связь с Америкой. То же самое и здесь. Это просто язык, которым мне удается разговаривать. И всё. Ну, потому что здесь сейчас достаточно жёсткое отношение к русским. Вы знаете почему. Ну, до этого ещё лучше было. Ну, до этого было лучше, да. Сейчас очень обострилось отношение к русским. Нас стали считать, так сказать, врагами практически. Оккупантами, да. Хотя мы это не имеем. Вот наше поколение даже, мне уже 60 плюс, наше поколение даже к этой так называемой оккупации не имеет отношения. Высшие власти, скажем так, считают. Люди между собой нормально общаются. То есть между народами проблем нет? Ну, в нормальной жизни нет. Нет, нет. Нет, не изменилось. Просто язык как бы остался языком. Язык хороший, как любой другой. Я не думаю, что это заслуженно, потому что, ну... Это просто язык, да? Да. Людям комфортно так общаться. Я так общаюсь с людьми здесь. Поэтому, я думаю, незаслуженно. Я отношусь к языкам толерантно. Я хорошо говорю по-украински. Я отлично говорю по-русски. Я изучал французский язык в университете. То есть я тоже могу француза понимать. Человек, излагающий свою мысль на любом языке, понятном собеседнику, да, он, в принципе, как бы волю свою изъявляет, да, я вот хочу и говорю на латышском, хочу на русском. Не должно быть дискриминации, не должно быть унижения, оскорбления и, как говорят, повернулся к нему спиной и ушел. Нельзя такого делать. Человек должен быть всегда человеком. И уважать нужно любую нацию, любой язык. Вот вкратце. Русский язык, он такой же язык, объединяющий людей, как и английский. Понимаете? Вот. Русский язык объединяет много национальностей, много народов. И даже в бывшем Советском Союзе все учились на русском языке. Африканцы учились, азиаты и так далее, и так далее. Русский язык все-таки нужно учить, да, вне зависимости от той страны, где мы проживаем. Из каких соображений все-таки это международный язык. Это международный, да, и он приравнивается к английскому, но это мое мнение, да, и очень многие на нем изъясняются. Я ругаюсь по-русски. Я так думаю, что все латыши ругаются, и все так делают. Я не знаю, мне это... Есть матерных слов на артическом? Есть, но они так не... Знаете, это не такая сила. По-русски это очень сильный такой... Можно на манте, да? Да. Хорошо. Где-то в конце 80-х годов вы думали бы тогда, что Советский Союз рохнет? Ой, нет, знаете, не думали, не думали. Но на самом деле, когда это случилось, честно сказать, мы радовались. Потому что, ну, как-то обещали нам свободу, и все у нас будет. Ну, были тяжелые времена, 90-е годы, очень тяжелые. Ну, пустые магазины, ну... Получается, что даже русские тут радовались, когда рухнулся Советский Союз? Знаете, не то, что радовались, что рухнул. Мы, как бы... Русские, ну, не все, возможно. Многие, я знаю, у меня на работе, кто был из приезжих, так сказать, они не сильно радовались. Ну, и мы выходим... Не знаю, зря мы радовались или нет, но... Сложно сказать, потому что сейчас какое-то такое время очень непонятное. Все очень сильно обострилось. То есть вы думаете, что сейчас мы вошли в какой-то новый период, 90-х? Да, ну, нет, ну, знаете, ну, не 90-е, но тоже как-то страшно все, что происходит. Вот нет уверенности в завтрашнем дне, вот так скажем, знаете. Вот еще недавно была уверенность, а сейчас как-то очень-очень все шатко. Не знаем, в общем, что будет завтра. На этом мы заканчиваем наш первый выпуск этой серии. Большое спасибо за просмотр. Мне лично очень интересно было. То, что меня удивило, то, что даже латыши сами сказали, что, типа, стоит изучать русский язык просто для расширения культуры, расширения мировоззрения. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки. И до следующего выпуска. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok